МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это одно из самых таких почитаемых мест в Чувашии. Местечко Каршлах. Недалеко здесь есть еще место Сардуван называется. Вот здесь есть холмики такие, где приносились жертвы идолам. Даже есть архивные фотографии, где в ритуальных одеждах жрецы приносят жертву. Там куриц, какие-то продукты приносили. Это было видно из фотографий. И они специально пошли в это урочище, поднялись на гору. И там внизу есть у нас источник, недалеко от него. Где-то это на половине возвышенности, вот где сейчас находится монастырь, есть еще площадочка небольшая внизу. И там они выкопали землянки и стали подвизаться в этих землянках, то есть келях монашеских, в посте и молитве, почитая истинного Бога. И когда у них набралось до 30 человек братьев, было решено обратиться к священноначалью, а Чувашия тогда находилась в Казанской епархии. И Казанский архиепископ управлял Чувашией и частью Марийской земли, поддерживаемой общественностью близлежащих деревень, тут деревня Ахманеи, Сундеря, Ядрина Юнги, они обратились сначала в Министерство земледелия о том, чтобы им выделена была земля. Земля для того, чтобы что-то выращивать, где-то построить часовню. В Касмодемьянском уезде Казанской епархии учредить мужской Чувашский монастырь с наименованием его Александра Невским. С таким числом монашествующих, какой обитель, будет в состоянии содержать на свои средства. Просить распоряжения министра земледелия и государственных имуществ об отводе, под усадьбу и в надел нового монастыря, предназначенной на этот предмет 80 десятин 500 квадратных саженей из Мало-Шеркашской и Пехтулинской дач. Обратившись к архиепископу Казанскому, когда уже была у них и земля, были иконы, обратились для того, чтобы организовать монастырь. Ведь чтобы монастырь существовал, для этого надо, чтобы был и храм, где была молитва построенной, где были бы кельи для братьев, какие-то земля для хозяйственных угодий, где можно было что-то выращивать для своего пропитания. И обратились к архиепископу Казанскому Дмитрию, правил владыка Дмитрий. С разрешения Священного Синода было решено организовать здесь, осветить мужской монастырь в честь Александра Невского. Можно предполагать, что монастырь назван так в честь Александра Невского, потому что, когда было крушение царской семьи, и в память о благополучном исходе этого события, так что все остались живы и невредимы, царская семья много строила храмов в память о своем чудесном избавлении, и в том числе и монастыри. И вот этот монастырь, он был назван в честь великого князя Александра Невского. И поэтому, когда здесь образовывался монастырь, то люди пожертвовали монахам этот молитвенный дом. Обстроив его, сделали различные пристройки, и так получился храм в честь Александра Невского. И освящал этот храм владыка Дмитрий, архиепископ Казанский. Это событие было 15 июня 1903 года. Очень важно заметить то, что, когда совершалось освящение храма, приехал сам архиепископ Казанский, который, кстати, очень заботился про освящение людей и старался сам именно бывать на таких больших событиях. И когда он знал, что сами чуваши просят именно об освящении, о организации монастыря, освящении храма, он с удовольствием поехал на освящение. И даже с дороги, не отдыхав, можно сказать, даже к вечеру уже, он совершал всенышное бдение здесь, при очень большом стечении народа. Храм-то он не вмещал всех людей. Там всего на полтора человек был рассчитан храм. Конечно, все не могли попасть в храм, и поэтому вокруг храма было очень много народу. С вечера и до утра, а утром еще больше пришло народу, описывается в документе. Служба совершалась и на церковно-славянском, и на чувашском языках. Вот Владыка Дмитрий очень уважительно относился к местному населению. Очень было умилительно, когда люди, они прям ждали архиерея. Он там остановился в домике в одном, и домик этот окружили и ждали, когда он выйдет и преподаст благословение. Люди прям буквально были в восторге, потому что архиерея не всегда можно увидеть, а тут приехал в такое место, в лес. И люди были очень рады, конечно, этому. И вот служба шла, совершались песнопения, пелись богослужебные. И Владыка решил так, что раз все не могут быть в храме, и не все слышат слово, там ведь есть проповедь, и говорится слово, и слово о монастыре, напутственные наставления там различные, в адрес настоятелей, братьев. И Владыка Дмитрий попросил священника одного из местных, чтобы он вышел на улицу и то же самое говорил, но только на чуварском языке. И так что все люди были рады, все все поняли, все слышали. И вот знаменательное событие было в этот день. Долго не было дождя. И вот когда освятили храм, то пошел дождик. И все люди, конечно, были этому рады, и увидели в этом некое знамение благодатное от Господа, что именно угодно это Господу место для того, чтобы здесь подвязались люди, был монастырь, и возносилась молитва истинному Богу. Игуменом был назначен монастыря. Архимандрит Антоний, он сначала жил в монастыре на Марийской территории, в Михаиле Архангелове монастыре. Затем был назначен сюда игуменом. Он родом из Чуваш, из Шемердян. И он был игуменом от открытия и до закрытия монастыря. Одним единственным, так он и был здесь, бессменно. Сломали храмы. Из келей братских там сделали какие-то хозяйственные для себя места, те, кто пришел сюда. Из храма клуб сделали сначала. Потом была там и трапезная, столовая. То есть в алтаре была вообще моечная. Почему и храм, кстати, не сохранился, который мы сейчас реконструируем. Не сохранился, весь сгнил, потому что там, где вода уж, тем более в лесу, конечно, там долго дерево не продержится. И пришлось его разбирать, потому что живого места уже не осталось. Все сгнило. Потом на этом месте был и санаторий. Санаторий, значит, для туберкулезных больных детей место это было. Но потом, когда наступили благоприятные времена для церкви, после перестройки, когда уже государство стало отдавать церкви и земли церковные, то передали это место нашей Чуварской епархии. И вот стал возрождаться монастырь в 90-х годах. Вот. Но в 2000-х годах основное началось возрождение здесь. Сначала это был скит, вот. А ныне это уже монастырь самостоятельный. Монастырю также принадлежат и святые источники. В честь иконы Божьей Матери – живоносный источник. Празднование этой икони совершается обычно на Светлой Седмице в пятницу. Есть специальный такой праздник в честь иконы живоносный источник Божьей Матери. И вот мы обычно ходим, когда совершается празднование этой икони, после литургии ходим туда крестным ходом и совершаем молебное пение с освящением воды каждый год. Вот. А так купаться постоянно ходим и братья туда, и люди. Очень много людей проезжает, потому что этот источник непростой. Вот. И даже за мою недолгую здесь жизнь я уже был свидетелем нескольких исцелений от тяжелых болезней. Вот две женщины, они исцелились от рака. Вот. Это при мне уже было. И другие люди просто, когда выходят, поднимаются, все очень радуются после того, как они искупаются в источнике. Все просветленные становятся, лица светлые, глаза радостные, как будто человека изменили совсем, преображенными выходят. Действительно, это прям заметно очень. Тот, кто именно с молитвой, с верой окунается, просит у Божьей Матери помощи, он обязательно получает утешение. В этом можно не сомневаться. Это видно действительно всегда. Есть также источник Александра Невского старый. Вот. Внизу у нас часовенка стоит, справа от часовни живоносный источник, а с левой стороны Александра Невского в лесу. Вот два источника у нас есть, где люди купаются и получают утешение благодатное и исцеление даже. А в часовне вы проводите с левой стороны? Вот в часовне мы проводим на празднике. Вот когда совершается празднование живоносному источнику, там мы совершаем молебен водосвятный всегда. Монахсень гунища пламая баирдеть. Монастырь не создает. По-тихоньку с Божьей помощью надеемся, что будем развивать духовную жизнь. А уж то, что там выращивать, это как рукоделие, как занятие от уныния и для пропитания. Оно, конечно, тоже будет развиваться у нас. Будем стараться в этом направлении. У нас в монастыре три храма преподобного Серафима Саровского, где сейчас идет служба. Надвратный храм святителя Николая Чудотворца, который мы сейчас реконструируем, возводим заново по старым чертежам 1908 года. Который не был воплощен, видимо, из революции. Строим его в честь Александра Невского. Три храма в монастыре. Несколько келей ныне. В монастыре у нас 10 человек, братья. На территории мы видим домики, в которых живут отдельно братья. Есть где по два человека. Шесть отдельных келей. Один игуменский корпус. Один братский корпус двухэтажный. И еще старинный есть игуменский корпус, который тоже нуждается в реставрации. Тоже он сгнил. И еще был пожар там. Немножко погорел внутри. И поэтому надо будет его строить. Он пока не обжит еще, так скажем. И гумен феодосий пиндзе дыхаршар утма закормыш шелда шубашкарда журанна. Хулари вадарбелик мишкулдан в рендзе духсан салдагаты дыханмадевне. Салдагрангизень машин да ваганзень заводиндзея воихуна. Шау журах волкужим сармайбад шубашкарды педагогика институт динжи. Стараемся возродить духовную жизнь и стены тоже, и строение. Стараемся возродить по нашим силам. Пользуясь моментом, приглашаю для того, чтобы восстановить монастырь. Своими руками, кто чем может. Вместе будем строить. И вместе молиться самое главное. Монастырь нужен, в первую очередь, для молитвы. А здесь самое место такое подходящее, лес, тишина. Как раз для человека, который хочет служить Богу, самое подходящее место, где можно углубиться в себя, где можно в тишине приносить покаяние Богу, исправлять свою жизнь. И можно и советом духовным будет и другим людям помочь, если сами будем исправляться. Когда вместе сообща, то это, конечно, и легче все возводить, и спасаться легче. Потому что Господь всех спасти хочет людей. И если мы вместе, все дружно, вместе молимся, вместе живем одной семьей духовной, то, конечно, это Богу угодно и спасительно для нас. Видео поставили дозаторы, чиргиве женьчень, самагабышлый чень, манцендер салы женьчень, галажар. Манцендер асла адала юхсагараген, сендер юханжи, хиринджетеплення. Чуваштадамарили сплюкизень, чиркенжевырнашным. Сендер яд выросла сундырь, шындырь, тушинжи, шармысцентапанемикала, ядинджембулзагайна. Вол, шын, юханжи, шилбузе, дыр, край, берет, самагсенджембулзагайна. Манцендер де чулдан губалан жүргію история пенде зағыржыр түгіру нікім шүлдан бағақ пүшланды. Алдайхи история документ жүземдірің шаг чиргиве губалычын юхсачүргію бұлным. Пенде зағыржы алдық жүрмашылда, ялда 72 дыжын бұлным бұлзан, ішінзем сағалдарах бұлны бе малданах чиргиве лартманды боле. Анжахта кайрахпа, історий документ жүзен жүзен жүй, юүз чүргі бұлны баға. Бәдір жүл үрден, чүл чүргі күбаламатыдын, сагыр жүлгүші хүбартны. Юүз чүргі малдахи выңыз жүн жүй, ман сандерді, віщі паста шлі таса түргі, чүргі вең настоятеля іераманах Игнатий Суранов калазы бачы. Күшек чүргі неңжі марыңды, әйелді үшін жүй болад, шүшіл үрліңгайстан шағанда полны бүлді зе жүплат пірменшін дезе, санеб күнда чүді жүй гайлагағы ілінгі күйөйелі. Унчуғы баға жынсым, мана калаңсактарна шағынса елсім, шағанда часовна бүрчі дзе, Александр Невский, Эджбек, Хизипленнеген, Аржинзянь монастыри Ергеленцагайчен, Монсендер Диалхалыхе монастыри Малданлага Ергеленцагайма Киевыщ Чиркюбанам. Александр Невский, Эджбек, Хизипленнеген, Эджбек, Хизипленнеген, Аржинзянь монастыри Адаланлага Ергеленцагайм. Чинный бех, тесендер хиринджей, вырнашный джергию ялдавралых илем жутланадь. Халлихе он бек, пызык, шуды, да илемли джергию кудрыхращу крах. Малдан анжак кубалаза бедерный джергию тада пуян рахта, илемли рейх курнна. Чак на балардаган интересный историй бур. Малдан анжак кубалаза бедерный джергию. 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 Монсандертиев еще постачат азатуры чергивень же иконы зэм зэрбушны те брыс ваплата пахах и неевырли символ бур. Монсандертиев, так же иконы зэм зэрвушны те брыс ваплата пахах и неевырли символ бур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok